Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня сегодня веду я Михаил Горин мой собеседник украинский политолог Вадим Карасёв Вадим я вас приветствую а приветствую Михаил приветствую всех телезрителей ИТОН ТВ кто смотрит нас Израиля начну с новости которая может быть не самое главное безусловно на фоне войны в Украине но ее активно обсуждают здесь в Израиле и касается она тоже Украины речь идет о том что наш бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет дал огромное интервью на 5 часов в котором он говорил и о теме войны в Украине в частности он сказал что и обе стороны имеется Украина и Россия просили его быть неким посредником в этом конфликте он как мог выполнял эти обязанности что на встрече с Путиным которая была в марте в Москве марте 22 года сразу после начала войны он якобы спросил Путина о том собирается ли тот убить Зеленского тот сказал что нет и что Беннет попросил дать гарантии об этом и тот вроде бы дал и благодаря вот этому безопасность Зеленского была решена вопрос о безопасности скажите пожалуйста в Израиле активно комментирует эту тему по-разному сразу могу сказать кто-то со скепсисом кто-то с уважением скажите пожалуйста прошло ли это замеченным в Украине или незамеченным если да как это комментировалось ну я бы не сказал что слишком замечено это было новость так крайней мере в официальных медиа потому что это было давно да и не вся правда наверное тоже так тем более Беннет сегодня на политической пенсии и отношения Украины и Израиля сегодня в несколько другом уже контексте с другими политическими лидерами и прежде всего Украину в отношениях Израиля все-таки волнует сейчас проблема военных военной помощи со стороны Израиля какие-то подвижки уже есть об этом свидетельство заявления Натаньяху так но вопрос пока не решен вот эта сторона да Натаньяху заявил что он рассмотрит вопрос о поставках военных штучек военных штучек как он сказал при этом же он заявил в своем большом интервью в СНН нынешний глава правительства Израиля о том что к нему тоже тогда обращались с просьбой быть посредником время когда война только началась но он тогда был главой оппозиции и отказался а сегодня в качестве премьера готов вновь рассмотреть это предложение при этом на вопрос журналиста о том а кто собственно говоря к нему обратился с таким предложением Натаньяху не ответил скажите пожалуйста известно ли что-нибудь о том чтобы украинские власти действительно обращались к израильскому премьер-министру с просьбой а вот такой посреднической функции и вообще сегодня насколько известно из высказываний руководителей Украины они вообще отрицают какое-либо посреднические переговоры с Россией наверное будут отрицать потому что концепция поменялась сейчас официальная цель военно-политическая цель это полное освобождение территории Украины в том числе и Крыма и курс на уничтожение России но в начале войны конечно ситуация была очень драматичная я бы не сказал что она была так трагичной но на волоске в общем-то держалась власть в то время конец февраля начало февраля я точно знаю что через Ермак через посольство Украины в Израиле через посла Евгения Корнечука вот обращались к такой посреднической миссии за посредническими скажем так усилиями премьера Израиля учитывая то что тогда прислушиваться к кому-то из представителей Запада Путин не будет мы помним последние встречи Путина с Макроном и Шольцем и Путин не был доволен этими встречами хотя вот с самого начала войны против Украины Макрон пытался дозвониться к Путину Шольц но получали но это то что было а вот сегодня на ваш взгляд такое возможно а сегодня сегодня нет я думаю сегодня вряд ли это возможно сегодня как раз но украинская власть рассматривает другие варианты как она может сейчас даже по тайным там дипломатическим каналам обращаться за посредническими миссиями в то время как она все таки ждет увеличение в разы и по количеству по качеству военной помощи но если например американские партнеры Украины так или западноевропейские партнеры Украины особенно те которые находились под прессингом и украинской власти Зеленского и под прессингом Соединенных Штатов Америки что ищите леопарды там леопарды 1 леопарды 2 и сейчас ищут так то например на Португалия то она отказывается поставлять леопарды то они уже не отказываются а это только говорит о том что сложный процесс идет и в это время будет информация она же станет известной по разным каналам что Украина запросила например у нового премьер-министра Израиля посреднические усилия для этого нет сегодня ни дипломатических ни военно-политических ни военно-оперативных обстоятельств а вот скажите пожалуйста как вы можете прокомментировать сообщение нескольких достаточно авторитетных западных источников среди них Financial Times и ряд других о том что по их по разведданным Пентагона и британских разведслужб российское наступление начнется буквально в течение недели двух ближайшее время это как-то ощущается в самой Украине это как-то прогнозируется в реальности или опять-таки это все досужие вымыслы нет но в Украине об этом говорят вот-вот тоже наступление и официально так линии власти власть говорит представители власти спикеры соответствующие говорят ожидают большое наступление так говорят об этом данные разведки так что публикации вот западной прессе они даже несколько с опозданием мне кажется идут или появляются потому что Украина готовится отражать такое наступление будет ли оно там в течение десяти дней и так далее не знаю я на прошлой нашей встрече высказал скептическую точку зрения на такое возможное наступление и если может быть посмотреть на эту ситуацию с заявлениями объявлениями этого наступления то она имеет и одну еще цель помимо предупредительной так цели для того чтобы усилить бдительность быть готовы к такому наступлению усилить оборонительные возможности Украины вот эта волна большого нас возможного большого наступления россии она идет и в преддверии нового саммита рамштайна коалица рамштайна это не исключаю связано сделано для того чтобы меньше было колеблющихся предоставление ударных частности наступательных вооружений бронетанковых войск ну и речь о самолетах сейчас дискутируется но мы знаем что пока пока по крайней мере пока запад рассматривает возможность поставки самолетов но если и рассматривать позитивно то в более отдаленной перспективе а вот если сейчас будет скажем так усиливаться вот это алармистский сценарий большого наступления россии по всем фронтам где украине придется тяжело ну расчет на то что военная помощь может пойти быстрее побольше ее будет покачественнее и так далее так что я бы не исключал и вот это такой медийная стратегия направлена на то чтобы западное общественное мнение и западных политиков чтобы за общественное мнение запада симулировало более побыстрее действовать западных политиков на фоне этих тревожных сообщений невозможно все таки обойти вниманием то что стало то что происходит в политической и организационной жизни украины я имею ввиду перестановки во власти новые назначения вот появился новый руководитель службы безопасности новый руководитель мвд говорят о том что подает то ли будет отправлен то ли не будет отправлен в отставку министр обороны есть коррупционные скандалы что называется показательные аресты и и многое другое скажите пожалуйста вот все это то что я так телеграфно перечислил это все случайно все так совпало или же нет это некая некий процесс которым управляют это все результат того что решили не ждать окончания войны а сейчас скрывать коррупционные проблемы или же это то чего украина за время войны успела отвыкнуть я имею ввиду борьба политических элит что происходит ну тогда внутренняя такая закрытая полузакрытая борьба внутри украинской элиты но есть конечно внешний фактор внешний фактор но если взять вот примеру с не не отставленным а возможно пока оставленным министром обороны резниковым но это против ермака это чек давний скажем так товарищи доверенное лицо ермака вот поэтому может с этим связано всем чтобы ослабить главу офиса президента который министрировать все решения президентской команды президентской команде поэтому и скандал был скажем так не очень да он был очень яркий такой как громкий так я бы сказал но если так посмотреть содержательно то ну недостаточно скажем так убедительный а главное что все таки репутация резникова алексея резникова пострадала мы знаем кто претендует или кого пытали но кого так планирует на место министра обороны это главу военной разведки украины буданова кирилла буданова но пока это замена не состоялась значит резников и ермак устояли а есть другая как бы так группировка внутри элиты внутри президентской команды которая ищет свой как бы минуя ермака выход на президента зеленского но вот это с их стороны было предпринято так так неудачная пока попытка отставить резникова ну называют на главу фракции слуги народа давида архамия который кстати говоря лучше задействованы во многих переговорных процессах вот начиная кстати вариант еще первой встречи в гомеле так на территории беларуси первая переговорная площадка была вот кстати говоря то что назначен уже полноценным главой сбу василий малюк да и то что назначен клеменко бывший начальник полиции национальной полиции министр внутренних дел клеменко это но победа аппаратная победа ермака это люди которые ориентируются вот больше на главу офиса президента правда они доказали свою эффективность особенно василий малюк но если посмотреть где-то полгода его назначали полноценным главой сбу были очевидно сомнения я знаю что и предлагалось этот пост кириллу буданову он хотел объединить так там какие-то условия были но но в общем алюк устоял это победа ермака и теперь уже полноценный сканта глава национальной службы безопасности украины тот же клеменко это тоже победа ермака потому что была другая кандидатура юриста бывшего юриста 95 квартала ныне народного депутата юна юнашуса так вот пойти по пути монастырска вот как внутренний дел погибший министр тренер вот все таки силовики в общем-то усиливается силовой контур внутрь с расчетом уже не на внешние только фронты но и на внутриполитическую стабилизацию и консолидацию власти внутренний силовой контур зеленского но вот это связано с тем что очевидно чем меньше скажу так будет побед на фронте тем больше будет условий возможности для внутриполитической турбулентности а во-вторых но есть информация что к выборам готовится к октябрьским выборам 23 года выборы верховную раду украины ну а через год год уже так скоро через год будут президентские выборы в розаре президентские выборы в украине скажите пожалуйста с началом войны февраль 22 года казалось что введено такое негласное эмбарго по сути дела на политическую жизнь в украине на критику властей на все политические дрязги на соревнования олигархов и так далее сейчас обратное впечатление что то кто-то снял это эмбарго и это политическая жизнь началась заново о чем это говорит ну вы сказали что вы связали это с будущим выбором на разовое время войны могут быть выборы ну а по конституции никто не отменял они есть электоральный конституционный календарь это раза во вторых но отменят военное положение и можно проводить выборы это два в третьих а если конфликт перейдет в затяжную фазу фазу низкой средней интенсивности например к концу этого года коль сегодня 23 года но в израиле же выборы есть так но арабо-израильский конфликт низкой интенсивности он продолжается много лет значит если ситуация будет и в украине по такому сценарию и так что отказываться от демократических процедур и выборности властей но в общем воюющая демократия в какой-то степени вот может быть это повторением опытом израиля это лучше чем военная автократия по примеру египта там или военные диктатуры до 90-х годов в южной корее или там пакистане например израиль же показывает образец как можно сочетать и интересы национальной безопасности и интересы демократического развития это раз а поэтому тем более украина ориентируется на европейский союз на членство европейском союзе это сообщество демократических государств и война то идет из-за демократических ценностей за сохранение защиту в украине и в европе так так что авторитарная россия и демократическая европа демократической украины вот так же можно рассмотреть идеологическую рамку ведущихся военных действий на территории украины и войны россии против украины теперь что касается вообще на украина да пока там не консолидированная демократии очень разноклановости много есть да можно закрыть публичную политику но она никуда не денется она будет просто проявляться форме различных кланов кадровых групп решений влияние на принятие решений так что это связано с тем что вот уже усталость все-таки устали за год вот так и надо как-то сейчас не думаю что есть желание у многих украине да и власти тоже войну переносить на двадцать четвертый год потому что это для экономики и для общественной жизни ну скажем так не очень благоприятствует так мы же этим по экономике как поэтому перспектива вот ну скажем что делать дальше что дальше если война заходит в тупик или военный тупик возник на фронтах если нет ни победную не поражить скажем я на больших побед но по крайней мере на данном этапе возможно будет победа когда получим танки самолеты и так далее но сейчас я говорю что дальше делать дальше жить в тупике вот в это неопределенность и вот это неопределенность и то что на фронте но скажем так пока ну да ситуация сложная но не катастрофичная поэтому перефокусировка внимания на внутриполитические процессы но и вообще вот давайте посмотрим на год войны многие украинцы ну примерно разные цифры ну давайте так скажем такую более менее 7-8 миллионов за границей находятся ну до 10 миллионов человек за границей находятся семьи часть семьи дети жены в европе мужья или работают или воюют здесь и год год вот в такой ситуации тоже люди живут когда семьи фактически животных в разных странах на разные страны родители не видят детей например так школы только в онлайне еще год еще два года поэтому вот многие начинают задумываться сколько продлится это иммиграция вынуждена в европе или там других местах ноги в турции кстати так в израиле тоже много или продолжать эту миграцию так она может затянуться на многие годы а кто-то свыкнется освоится и не будет возвращаться поэтому тоже такие вопросы начинают звучать что он как бы какой-то как рассеянный народ сейчас и долго это будет продолжаться или нет поэтому и возникает много вопросов потому как дальше вести войну если она будет затягиваться как решать экономические вопросы ну не будет же постоянно европа и снега штаты америки давать прямую бюджетную помощь у кредита это одно а прямая бюджетная помощь фактически закрывая кассовые разрывы и поддерживая финансовую ликвидность государства но и так далее так далее вот поэтому мне кажется помимо разных вот этих склок как вы сказали дряз внутри элитных так без них куда же так но это только свидетельство то том что нет пока скажем так консолидировано образа будущего через год например образ победы да есть он властью представлен сегодня так и зеленский на этом настаивает несмотря на появление разных там так сценариев для украины там корейского немецкого арабо-израильского там или там индо-пакистанского и так далее политическая цель военно-политическая цель заявлена так деоккупация всех территорий но вот что дальше пока во многом и как это будет достигаться пока менее контакт ясны черта очертания это эти очертания вадим спасибо за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником сегодня был украинский политолог вадим карасев до свидания спасибо спасибо